МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Академия «Маяк» открылась после реставрации в Нижнем Новгороде. Меньше визуального шума. Новые требования к размещению информационных конструкций на улицах города обсудили в ЦПП. Теплые слова и вкусные угощения. Праздничный концерт ко дню пожилого человека прошел в клубе «Чайка» Центра внешкольной работы. Далее расскажем обо всем подробно. Каждая рекламная и информационная вывеска, которая размещена на улицах, проходит утверждение в администрации. Эта мера позволяет контролировать количество визуального шума в нашем городе. Новые требования к размещению таких конструкций обсудили предприниматели вместе с представителем Департамента градостроительства и архитектуры на круглом столе в ЦПП. Фасады торговых центров полностью закрыты олиповатыми вывесками всевозможных цветов и размеров. Еще недавно такая картина была характерна для всех российских городов. Со временем количество баннеров на фасадах сократилось, но их разнообразие до сих пор превращает некоторые улицы в подобие рынка. Такой визуальный шум, по мнению специалистов, ни на пользу ни бизнесу, ни горожанам. Поэтому уже несколько лет в стране активно разрабатывают дизайн-коды, требования к размещению информационных конструкций. Многие предприниматели, да и многие люди, наверное, подразумевают под вывеской именно рекламу. Отсюда желание сделать ее больше, три раза написать слово «магазин», «пиво» или еще что-то, сделать ее цветную, запихать туда всю свою информацию, меню, телефоны, все, что есть у них, чтобы привлечь внимание. По словам Михаила Кашпаева, вывески магазинов уже давно не несут функции привлечения клиентов. Покупатель сегодня точно знает, куда и зачем идет. И вывеска нужна лишь для обозначения торгового места. Поэтому лаконичной конструкции, без слогана, факции и прочей рекламной информации вполне достаточно. В Сарове требования к вывескам начали разрабатывать еще в 2015 году. И вот, наконец, утвердили единое правило. Форма, размер, цветовое сочетание – все это есть в документе. Улицы разделены на три типа – первой, второй и третьей категории. Самые жесткие требования для первой категории – это исторический центр. И здесь особенно важно сохранить единый и свободный от визуального шума облик города. На улице категории АК-1 – это исторический центр, допустимо применять только отдельно стоящие буквы. В различных вариантах исполнения без подложек нельзя световые короба и непростой, несложной формы. Но на всех остальных улицах, а это, как вы видели, большинство, мы все-таки оставляем все эти три основные типа. Их всего три, других там не придумано. Либо световые буквы с подложкой, без подложки и короба. Отметим, требования распространяются только на новые вывески. Те, что уже установлены и согласованы, переделывать не придется. Они будут висеть до конца срока службы. А вот если ваша вывеска не была согласована ранее, или вы планируете установить новую, ее вид и форму нужно утвердить в Департаменте архитектуры и градостроительства. Если эти вывески когда-то были согласованы, мы к ним ничего не придем и ничего не скажем. Если висит вывеска, которая не согласована, ее надо согласовать. Человек, если хочет что-то делать, идет, смотрит правила, либо идет к рекламной фирме, которая смотрит правила, делает, и мы с вами согласованы. Ознакомиться с новыми требованиями к размещению информационных конструкций можно в Департаменте архитектуры и градостроительства. Лидия Шулаева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвей, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средства индивидуальной мобильности. Движение на них разрешено со скоростью не более 25 км в час. Новые правила дорожного движения утвердило правительство Российской Федерации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 10 октября прием вызовов врача на адам для взрослых и детей возвращается к обычному режиму. Позвонить можно будет через единую справочную службу по телефону 95511, через голосового помощника по телефону 8 800 555 2445. Единая справочная служба принимает вызовы с понедельника по субботу с 7 до 13.00. Голосовой помощник с понедельника по пятницу с 7 до 13 часов. Дополнительные номера телефонов, по которым можно будет вызвать врача на адам в период подъема заболеваемости, с 10 октября работать не будут. Сквер за администрацией на проспекте Мира готов. Работы, запланированные на этот год, завершили, сообщил подрядчик дорожное и футационное предприятие. Ремонт проходил в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это был первый этап реконструкции сквера. В 2023 году приступят к работам второй очереди. «Гор Автотранс» переходит на зимнее расписание. Оно вступит в силу с 17 октября. Посмотреть новый график можно в группе «Гор Автотранса» ВКонтакте или на сайте администрации Сарова. Здание торгового дома комплекса Рукавишниковых открылось после реставрации в Нижнем Новгороде. Теперь там расположена Академия «Маяк» имени Сахарова. Современный культурно-просветительский центр, созданный Росатомом и правительством Нижегородской области. Открыли обновленный «Маяк» губернатора региона Глеб Никитин, директор Росатома Алексея Лихачев и гендиректор «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, «Маяк» станет кадровым центром госкорпорации, красивым общественным пространством для нижегородцев и национальным просветительско-выставочным центром. В здании есть все необходимое для проведения конференций, выставок, форумов, профильных школ, мастер-классов и лекций. Конечно же, для нас это наш корпоративный кадровый центр. Центр подготовки руководителей, специалистов, которые будут не просто обладать знаниями и навыками, которые не просто будут уметь жить в современном обществе, коммуницировать с другими людьми и работать в системе неопределенностей. Вызов нашего поколения – это уже многолетняя, постоянная работа в системе неопределенностей. Три дня насыщенной работы, 15 лекций от именитых ученых, 50 стендовых докладов и более 100 участников. Мир лазерной физики, лазерных технологий, космологии и медицины познавали аспиранты, молодые специалисты и ученые со всей России на 13-й Всероссийской школе по лазерной физике и лазерным технологиям Национального центра физики и математики, которая проходила в технопарке с 27 по 29 сентября. Главный идеолог и движущая сила создания во ВНИЕФ установок для исследования в области лазерного термоядерного синтеза Самуил Борисович Кормер. Лекция, посвященная лазерному наследию выдающегося ученого к столетию со дня его рождения, открыла научную школу в технопарке. Школа, вообще говоря, является детищем ведущих лазерных институтов России, ведущих вузов, которые ведут исследования, подготовку кадров в области лазерных технологий и предприятий госкорпорации «Росатом». Школа посвящена лазерной физике и современным лазерным технологиям, одному из ключевых направлений работы Национального центра физики и математики и ядерного центра, и проходит в 13-й раз. Однако на базе НЦФМ в технопарке ее проводят впервые. Безусловно, для нас этот проект важный и значимый, поскольку такая большая концентрация молодых специалистов на территории технопарки, она всегда для нас приятна, и, конечно же, мы стараемся сделать максимально школу интересной, наполненной различными событиями. Применение лазерных технологий в медицине, использование лазерных и оптических технологий в космическом приборостроении, в программе, помимо основной тематики школы, затронули и смежные науки. На протяжении трех дней лекции участникам читают академики, ученые из ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий страны. Я сегодня буду рассказывать про прогресс с проектированием и сооружением проекта ИТР, а также рассказывать о прогрессе с проектированием нашего собственного российского ТКМАКа, ТКМАК с реакторными технологиями, ТРТ мы его называем. Эти два проекта, два совершенно необходимых шага к будущему термогенному реактору, который, мы очень надеемся, будет нужен в нашей стране. География проекта широка. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Дубна, Томск, Троицк, Саратов, Саров, Лыткарина, Балашиха. В технопарке собрались более ста талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых. Важная задача школы – привлечение молодых специалистов. Помимо лекций, не менее важны беседы, дискуссии и научные споры. Эти юные ученые – будущее отечественной науки. На самом деле очень интересно, потому что здесь присутствуют как специалисты из МЕФа, так и студенты-аспирантов из других городов, со всей России, из Новосибирска в частности. Очень много людей я здесь видел. Поэтому, можно сказать, это место, где объединяются умы России и обмениваются опытом. Новый опыт, новое знакомство, так говорится, объединение разных городов, людей и одинаковых взглядов. Честно, я очень удивлен по тому, как действительно этот маленький городок, он такой современный. Действительно, все сделано по новому вкусу. Такие школы планируют проводить по всем направлениям работы НЦФМ – от физики частиц до искусственного интеллекта. Задорные песни, теплые слова и вкусные угощения. Воспитанники клуба «Чайка» Центра внешкольной работы подготовили праздничную программу ко дню пожилого человека. Декада пожилого человека в клубе «Чайка» началась с поездки в Дом милосердия в деревню Осиновку. Другое мероприятие недели – праздничный концерт. Проводить его ко дню пожилого человека стало для клуба «Чайка» Центра внешкольной работы доброй традицией. Для гостей талантливые воспитанники приготовили русские народные и казачьи песни. Многие подпевали, вспоминая любимые композиции. В зале царила атмосфера тепла, уюта и веселья. В наше непростое время мы постараемся сегодня поднять им настроение, чтобы они на время забыли про свои болячки, про свои невзгоды и вместе с нами окунулись в мир русской национальной культуры. Воспитанники ансамбля подготовили видеооткрытки «Я помощница» или «Я помощник», в которых рассказали о том, как проводят досуг со своими бабушками и дедушками. На праздники подвели итоги конкурса «Бабушкин пирог». Его главная задача – вспомнить русские традиции, объединить семьи одним вкусным кулинарным делом. Многие приходят на этот праздник каждый год. Клуб «Чайка» в сердце Антонины Васильевны занимает особое место. Очень дорого. Я отдала детям, работала с детьми, 40 с лишним лет. Но если в общем старше – 50. То есть очень много. Душа, конечно, все время болит за них. Хочется им счастья, хочется им здоровья, хочется, чтобы такие нарядные, красивые, юные. Как посмотришь, и настроение замечательно. Завершили праздник чаепития. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Мы продолжаем еженедельную рубрику «Ищу хозяина». В ней рассказываем истории животных приюта Мордом. В этот раз героиней выпуска стала Вика. Вика – особенная кошка. На ее долю выпало столько невзгод и тягот, что сложно себе представить. До того, как попасть в приют, она жила у психически нездорового человека, который подбирал животных с улиц, морил их голодом и выбрасывал из окна. Когда волонтеры узнали про эту историю, вместе с сотрудниками правоохранительных органов поспешили изымать кошек. Уведенное повергло их в шок, но в больший шок повергло состояние животных, которые там были. Всех смогли забрать. И у Вики на фоне стресса, на фоне неправильного питания начались проблемы со здоровьем, с пищеварительной системой. И это потребовало операции. К сожалению, с первого раза операции не помогли. И в итоге наша Вика перенесла их 7 или 8 штук. И вот только в Розамасской клинике последняя операция помогла. То есть все стало хорошо. После операции Вика долго сидела на специальном питании. За время в приюте были желающие ее забрать, но пожизненная диета всех отпугивала. Наконец нашлась пара, которая летом забрала Вику, а вместе с ней еще одного кота Чижика. Волонтеры доверились молодым людям. До этого они уже забирали у них кошку для своих родителей. Проходит месяц, и нам звонит эта пара и говорит о том, что у них непредвиденные обстоятельства, и они бы хотели всех трех животных вернуть. Мы говорим им, хорошо, да, возвращайте. Разные бывают ситуации. Мы всегда говорим, что если вдруг что-то случается, мы всегда готовы взять наших животных назад, чтобы они ни в коем случае не возвращались на улицу. Но в означенные сроки кошек не принесли. К волонтерам их хозяева больше не обращались. И вот на прошлой неделе в социальных сетях появилось объявление о кошке, живущей на улице. Волонтеры узнали в ней Вику. Вику оказалась их подопечная уже месяц, скитается по подвалам и ест, что попало. Несмотря на то, что мы все достаточно давно занимаемся животными, и нашему приюту скоро год, но вот такая людская безответственность, жестокость, она нас все равно до сих пор удивляет. Это мягко сказано, потому что мы действительно не понимаем, как можно было так поступить с животными, которых ты брал, и за которых ты обещал нести ответственность. Выяснилось, что молодые люди выкинули не только Вику. За дверью оказались и Чижик с первой кошкой. Где они сейчас, неизвестно. Хозяева не отвечают на звонки. Волонтер Мурдома просит горожан о помощи в поиске животных. По всем вопросам обращайтесь по телефону И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok